Всем привет, девчонки! Сегодня будет опять карантин-влог. Сейчас вместе с вами сделаем уход за кожей, покажу, чем я пользуюсь, потом покажу, что я читаю, посоветую вам классный фильм, приготовим вместе с вами ужин и посплетничаю на наши бабские темки. Я только что умыла свое лицо вот такой вот умывалкой, она у меня полностью вообще без косметики. Это очень классная умывалка, которую я заказывала на iHerb, которой я пользуюсь с утра. Она очень мягкая, она не сильно пенится, она не сильно высушивает кожу. Здесь есть 3% АХ комплекс с кислотами, который как раз помогает снять вот этот вот именно жирный слой, который остается на коже после сна. Моя кожа сейчас сохнет, поэтому сейчас я протру ее тоником. Тоник с календулой без спирта от Kiehl's. Я не понимаю, почему лицо на камеру так краснеет, она не красная у меня. Потом на камеру я вам уже покажу, какие продукты я использую непосредственно каждый день в своем базовом уходе. И там есть разные масочки. Сегодня я хочу сделать вот такую маску. Это маска от бренда APU. Она довольно-таки дешевая. Я в инстаграме про нее рассказывала. Если, кстати, не подписаны на мой инстаграм, то я оставлю ссылку. Там я всегда много чего интересного рассказываю. Вы ленитесь подписываться. Не ленитесь. На карантине надо подписываться. Короче, это маска с яблоком. Мне кажется, здесь есть в составе какие-то легкие кислоты, но это одна из моих самых любимых тканевых масок. Я, кстати, сейчас, наверное, зайду на какой-то интернет-магазин и закажу их себе еще, потому что они просто обалденные. Скажем так, она выравнивает тон кожи. Она ко всему еще ее очень сильно увлажняет. И сейчас все ужасы будут. Видите, какая она тонкая? Она вот прям тоненькая-тоненькая. Она пленочкой идеально ложится на кожу, не съезжает, ничего не делает, не вредничает на коже. И кожа после нее супер увлажненная. Видите, она прям хорошенько вот... Все, я иду читать книгу и отдыхать в горизонтальном положении 15 минут. Сейчас я хочу выпить еще свой витаминчик. Кстати, давайте покажу вам, какие витамины я сейчас принимаю. Это сложно назвать витаминами. Каждое утро, у меня есть только ящичек с этими всякими штучками, я выпиваю чайную ложку масла черного тмина. Оно очень хорошо укрепляет иммунитет. Оно противоинфекционное. Прогревает горло хорошо. Можно даже нос капать. Это просто растительное масло, которое очень полезное. Пью чайную ложку натощак. Дальше у меня идет омега-3. Выпиваю каждый день по одной капсульке. Просто как профилактический омега-3. Особенно тем, кто не очень много кушает животного происхождения продуктов. Им полезно. Вот. Мне полезно. И также прохожу сейчас курс таких пребиотиков. Это очень полезно для желудочно-кишечного тракта. Полезно для кожи. Это такие легкие, мягкие пребиотики. Очень они мне понравились. Нет никакого урчания, бурчания в животе. Короче, классно. Вот. Собственно, все, что я сейчас пью. Ни больше, ни меньше. Ничего. Ни витамин D сейчас не пью. Кстати, говорят, что вообще витамин D есть в омеге. Я не знаю, насколько надо почитать об этом. Это мое место, где я читаю. Куча подушек. И вот, собственно, книга, которую я сейчас читаю. Ремарк. Станция на горизонте. Я очень люблю этого автора. Я не любитель классики, но его ремарка просто обожаю. Одно из моих самых любимых классических именно произведений это «Три товарища», которые, кстати, хочу прочитать сейчас. Вот. Нашла у себя станция на горизонте. За один день прочитала полкниги. Я думаю, что сегодня я ее закончу. Это будет мой рекорд, когда я за два дня прочитала книгу. Поэтому, если кто-то из вас сейчас в поиске, я думаю, многие сейчас думают, чтобы почитать на карантине, то я вот прям очень советую эту книгу. Легкая, приятная, душевная. С ней приятно именно отдыхать и проводить время. Потому что я очень часто читаю какие-то книги на тему психологии, медицины, там разные научные исследования. Их тяжело читать. И это может затянуться на несколько месяцев. Потому что я просто устаю от этой информации. Я еще такая любительница перепроверить, что-то зайти в интернете порыться. Ну вот, поэтому сейчас вот дочитаю эту книгу и заказала себе еще несколько книг. Должны мне прийти вот буквально на днях. Покажу вам. У меня кожа просто... Сейчас я вас одену на штативчик. У меня кожа просто съела маску. У меня впервые в жизни такое. Вы видите, маска полностью белая. Вообще. И кожа сухая. Абсолютно. Ну как, есть чуть-чуть увлажненная. Насколько сейчас обезвоженная кожа. Хотя я пью, кстати, люблю так немножко... Хотя я пью достаточно воды. Сейчас покажу... Сейчас покажу вам пару классных продуктов, которыми я пользуюсь, которые мне реально нравятся. Которыми я уже давно пользуюсь. Во-первых, я начала... У меня эта баночка уже давно. И это не первая моя банка. Это гиалуроновая сыворотка вместе с витамином С, зеленым чаем, жажоба маслом и алоэ вера. Представляете, какой классный, богатый состав. И насколько так вообще кожа полезна для кожи. Это такая сыворотка инстанейчурал. Я думаю, многие знают этот бренд. Я заказываю с Эйхерба. Они совершенно недорогие. Учитывая, какой классный состав. Вот она такая прям... Типичная гиалуроновая сыворотка. Витамин С творит чудеса с кожей. Я вам хочу сказать, что кожа настолько сияющая, гладкая становится. После него ровная. Все прыщики уходят. У меня вообще кожа сама по себе с детства очень проблемная. Девчонки, у меня огромные поры. И то, что вы видите сейчас, это просто идеально. Вообще, учитывая, что я вообще без грамма косметики, кожа, считайте, просто в идеальном состоянии. Потому что поры огромные. Я не буду вам показывать близко. Я думаю, вы понимаете, почему. Но вот здесь, вот здесь, вот нос, подвородок. У меня очень, скажем так, поры широкие. Есть склонность к вот этим высыпаниям. Когда широкие поры, они быстро забиваются пылью. Кожа не дышит. За счет этого часто плохой цвет лица. Такой, знаете, сероватый бывает. Но я настолько переоценила весь свой уход. И настолько аккуратно к нему подхожусь. Я обожаю скинкер. Я не очень люблю макияжи. Но уход за кожей для меня это просто мастхэв. Замы, например, нанесу. Такой у меня шамелевский бальзамчик. После того, как я с утра умою свою кожу, я обязательно наношу тоник. Если все хорошо, если кожа чистая, если я чувствую, что ее не нужно отшелушивать, у меня вот такой вот тоник от Kiehl's с календулой. Календула это вообще очень полезное такое растение для кожи. Здесь прям кусочки календулы плавают. Он без алкоголя. Он увлажняет кожу, он тонизирует, он снимает вот этот вот слой после умывания вот этой воды. Возможно, остатков какой-то еще косметики, которая была у вас. И также у меня есть тонер такой, который Hard Toner. Обязательно советую иметь дома два тоника. Мягкий тоник. И второй тоник я советую иметь какой-то более жесткий, если у вас проблемная кожа или склонная к каким-то проблемам, или жирная. Два раза в неделю. Где-то так. Короче, вот так вот он выглядит. Делайте себе скриншоты. Извините за мой маникюр. Он с глиной. Смотрите. Видите, он как будто вдвух фазный. Здесь внизу глина, а тут жидкость. Он со спиртом, он с кислотами, он с глиной. И он, надо его помешать хорошенько. И он действительно вот эту вот кожу всю он выравнивает. Он сужает поры. Он ее даже где-то подсушивает, где нужно. Но это такое, знаете, это каждый день нельзя пользоваться, потому что просто убьете свой вот этот вот мантию, вот эту кожу, ну, липидный баланс, или как это называется, я не помню. После тонера у меня идет крем под глаза. И это, конечно, крем Kiehl's. Он внутри такой прям зелененький, как с авокадиком. Это сейчас вообще не реклама. Мне бренд Kiehl's действительно присылает в качестве подарка в свою косметику. Я ее тестирую. У меня очень много брендов, которые присылают. Но вот есть бренды, которые прям любимчики, с которыми хорошо работает моя кожа. Сывороток у меня несколько. Но сейчас моя самая любимая, это вот эта вот с витамином С. Витамин С нужно днем наносить, девчонки. Запомните это, пожалуйста. Что касается крема для лица. Сейчас у меня вот такой вот Айзенберг. Он, опять же, заканчивается у меня уже. Мне он очень понравился. Я прям вообще в восторге от этого крема. Он очень легкий. Но он хорошо увлажняет кожу. Он не закупоривает поры. Он не комедогенный абсолютно. И он не ощущается на коже. То есть, знаете, нет ни силиконов, никаких лишних там жирных вот таких вот элементов в нем. Короче, классный крем. Айзенберг. Делаем скриншоты, кому интересно. И у меня есть еще такая штука классная. Точечная от прыщиков. Буквально на ночь мажешь. И уже одна ночь или две ночи, и все. Прыщика нет. Он рассасывается. Очень классная штука. Мицеллярная вода. Я не буду акцентировать на ней внимание. Потому что мицеллярная вода, она и в Африке мицеллярная вода. У меня есть от Lancome, есть от Kiehl's. Они обе классные. Они обе мне очень нравятся. У меня кожа довольно-таки плотная. И мне нужно пользоваться скрабами. Во-первых, у меня, конечно, форо есть. Щеточка для очищения. Вместе с пенкой я пользуюсь. И я пользуюсь скрабами. Это скраб Экьюр. Очень крутой скраб. Он такой темно-зеленый. Смотрите, видите? Он с водорослями. Он органический. И он хорошо отшелушивает кожу. Делает такой детокс для кожи. Я заказывала его с Ахерва. И это уже, наверное, третья моя банка. Я его просто обожаю. Дневной концентрат Kiehl's с имбирем. Очень классно бодрит кожу. Он не оставляет жирной пленки на лице. Можно носить самостоятельно после тоника. И идти гулять. Можно также дополнить его кремом, если кожа очень сухая. Очень мне он нравится. Я думаю, что вы видите, что баночка уже подходит к концу. Это масло с кеннабисом. С коноплёй. Я о нём уже рассказывала. Оно хорошо успокаивает кожу. Увлажняет кожу. Если есть какие-то шелушения. Что касается ночного очищения. Здесь у меня несколько умывалок есть. Это прям вот Клоранс. Я думаю, легендарная. Многие знают, что это такое. Она очищает очень хорошо. Она прям эта пенка до скрипа. И иногда мне неприятно, насколько глубоко она очищает. Поэтому если какой-то тяжёлый макияж был. Или если я чувствую, что я была долго там где-то на пляже, где песок, пыль. Я пользуюсь вот этой просто. Вечерняя умывалка у меня сейчас вот такая. С кеннабисом. Она не сильно пенится, но хорошо очищает. И кожа вообще-вообще-вообще не сохнет после неё. Хорошая штучка. Вот эта штука, это просто must-have, который должен быть у каждой девочки дома. Это Dermoe Overnight Pill. Я думаю, что для каждой кожи эта штука подойдёт. Может быть, для очень сухой не подойдёт. Но я не уверена и то, мне кажется, что такая штука должна быть. Значит, это такая ночная сыворотка с аха-кислотами. Которую вы наносите на ночь на кожу без крема, без ничего. Просто на чистую кожу. За счёт этих кислот очень нежно. Нет никаких пощипываний, покалываний. Она очень мягкая. Но ночью она творит чудеса с кожей. Вы с утра просыпаетесь, кожа гладкая. Для тех, у кого морщины, тусклый цвет лица, расширенные поры, высыпания. Какие-то комедоны глубокие. Девочки, это просто спасение. Здесь 60 миллилитров. У меня уже заканчивается. Себе заказала ещё одну. Мне каждый день это где-то можно 2 раза в неделю воспользоваться. Но вот эта штука просто бомба. Это один из таких лучших продуктов, которые у меня были вообще в уходе. Точно так же я люблю кислоты и заказываю их с Айхёр. Это Айхёр и это Айхёр. Это такая маска. Тоже, я думаю, многие знают, что это такое. Это Andalou Naturals маска с пампкин, с тыквой. Это кислотная маска, которую можно наносить перед сном. Она уже щипет. Она, знаете, это как косметологу пойти на пилинг. Так, не сильно жестокий, такой не сильно глубокий. Кожа слазить не будет, но она будет печь. Кожа обновляется, снимается роговевшие вот эти вот шелушения, открываются поры, вычищается вот эта вот вся грязь оттуда. Я, знаете, как люблю делать? Я люблю делать вот эту вот маску кислотную, а потом сделать длинную маску. Это у меня маска от Dior. Я думаю, что она стоит дорого. Я думаю, что можно спокойно найти какой-то аналог в корейской косметике, в косметике масс-маркет или в косметике iHerb. Вообще, iHerb, если вы ищете какую-то не очень дорогую косметику, потому что, например, тот же Kiehl's, это дорогая косметика. Если вы хотите что-то среднего сегмента, но хорошего качества, девочки, я вот прям очень советую. Заходите, заказывайте с iHerb. Не покупайте вот эти вот масс-маркет бренды. Чуть-чуть можно отложить, и то уже, мне кажется, в масс-маркете цены такие же, как на iHerb. Там косметика очень хорошая, хорошие суставы. Это не тот масс-маркет, которым я когда-то пользовалась. Я помню, какая у меня кожа была проблемная. Я думаю, что я отчасти вот этим масс-маркетом убила свою кожу, вот эти поры себе сделала такие большие. Не знаю. В общем, вот эта маска супер-класс. Ночной крем. Это бренд DERMA-E. Он плотный, он густой. Видите, у меня уже совсем немножко осталось его. Он для сухой кожи, потому что много сейчас хорошей косметики. А я чувствую, что я не выполняю свой долг блогера, не все вам показываю. Но косметики хорошей сейчас действительно много. Каждый у меня ходит свое что-то. Я как блогер, я тестирую много. Поэтому у меня есть возможность с вами снимать, показывать и делиться с вами действительно хорошими продуктами. Значит, мы сегодня будем готовить батат, запеченный в духовке. И сверху с гуакамоле, томатами, сыром. В общем, вкусняшкость такой. Батат. Это такая sweet potato. Вкусная сладкая картошка, кто не знает, розового цвета. Сейчас мне надо его разрезать пополам. Потому что он режется на самом деле очень тяжело. Промокну. Я буду его запекать в кожице. Все, я разрезала. Видите, какой он внутри розовенький. И чуть-чуть добавить масла. Капельку буквально, чтобы полностью его нужно смазать так вот маслицем. Это у меня прованские травы. Я его буду запекать в фольге. Поэтому мне нужно, чтобы он был душистый максимально. Чек. Это перец с лимоном. Такая приправка у меня. Как называется? Simple Organic. Ну, сайхербом вы знаете. Мне, кстати, многие говорят, Лера, ты у меня с сайхербом ассоциируешься. Напишите, кстати, в комментариях, с чем я у вас ассоциируюсь. Кстати, духовку надо включить. На 200 градусов. Разогреваем ее хорошенько. Духовка у меня, смотрите, на 220 где-то стоит. Сейчас я заверну бататик в фольгу, потому что он такой толстенький. И на 40 минут где-то я его ставлю запекаться, греться. Обычно батат довольно-таки крупного размера. Поэтому рассчитывайте где-то половину на одного человека, как на одну порцию. То есть в зависимости от того, какая у вас семья. И точно так же авокадо. Половинка авокадо на одну часть батата. Сейчас одна из таких актуальных тем на просторах интернета – это развод Самойлова и Джигана. Я, конечно, сама смеюсь с этого всего, с того, что мучают Джиган с этих петушков. Сами знаете каких. И Хавчика, сами знаете какого. Но, с другой стороны, мне очень-очень-очень жалко Самойлову так чисто по-женски. Многие там говорят, типа, да что жалко, она все видела, она закрывала там на многое глаза. Так ей и надо. Вероника Степанова кричит, что вы жалеете эту Самойлову, у нее все хорошо, квартира, машины, дома и так далее. Но дело же не в материальных каких-то благах. Дело в том, что это отец ее четверых детей. Она только недавно родила ребенка и ей приходится подавать на развод. Потому что происходит просто какое-то сумасшествие и 100% это воздействие наркотиков. То, что я видела, то, что он снимает в прямых эфирах, это прям очень-очень заметно, что это не алкогольное опьянение, что это не просто какая-то веселуха, это прям, видно, какая-то наркота. Я сегодня проснулась в 5 утра и решила почитать. Открыла, прочла главу, одну из книг, которую я, собственно, вам показывала. И вот даже в Инстаграме заскринила, чтобы выставить, чтобы вы прочитали. Но и прочитаю на YouTube, потому что знаю, что аудитория немножко отличается. Нельзя привязываться к людям всем сердцем. Это непостоянное и сомнительное счастье. Еще хуже отдать свое сердце одному единственному человеку. Ибо что останется, если он уйдет? А он уходит всегда. И это очень грамотный подход, это очень крутые слова, потому что я тот человек, который вообще для меня кого-то любить, это отдавать полностью все. Все, что у меня есть, это вот просто все отдать человеку. Вот так у меня было до определенного момента, пока опыт, скажем так, не научил. И я сейчас пытаюсь отучиться от этой такой, знаете, преданности, от вот этого ныряния в человека, да. И, собственно, когда я узнала о том, что там начинается какая-то жесть, понятное дело, что Самойлова будет подавать на развод. В чем я немножко все-таки сомневаюсь. Вполне возможно, что помирится. Я думаю, что он ей там подрасскажет. Он не такой хитрый еврей. Я думаю, что он сможет от... Короче, он сможет отстоять свои права, мне кажется. Вот, поэтому... Какой посыл, девчонки? И сама Самойлова об этом пишет. И я говорила в Инстаграме, что нужно будет в первую очередь независимым и быть целостным, собранным, самодостаточным, уверенным в себе и человеке. Здесь не важно абсолютно какое-то гендерное расположение, ваш гендер. Здесь важно просто быть... Что? О, боже, ты... Это я, знаете, такая говорю, типа, всё, вообще будьте независимы. Ну, тут мальчик написал, который нравится, такая, что... О, боже! И второй цитатой было то, что... Они обсуждали рыбок в аквариуме, диалог. Это борзая среди рыб, нежно сказала принцесса. Они такие же элегантные, как и эти собаки. Ну, не важно про собак. И тут важно. Карпы полезней, но какая польза от этого самим карпам? Я думаю, вы поняли. Рыба-карп, которую кушают, да? Которую едят. И, соответственно, да, она полезная. Но карпу-то саму полезно то, что он полезный. Нет, это не полезно. Поэтому, в первую очередь, нужно быть полезным себе. Вот. Так что, девчонки, всех вас призываю. Пожалуйста, давайте будем классными, самодостаточными. Вне зависимости от наших семей, отношений, положений. Чтобы, блин, это так круто. Я просто вспоминаю свое время, когда я не могу сейчас посхвастаться тем, что я такая, я независима. Это да, это прям большой плюс. И это очень большой бонус, галочка к вашей уверенности в себе. Мне часто спрашивают, Лера, как стать уверенной в себе? Самодостаточность, независимость финансовая влияет на самооценку очень сильно. Я не могу сказать, что я прям живу, шокую. Нет. Но я покрываю полностью какие-то свои первоначальные потребности, да. Я живу одна, я полностью себя одеваю, я кормлю себя, я, там, не знаю, позволяю себе ездить за границу, там, периодически, да. Я занимаюсь спортом, я хожу в салоны красоты. В целом, я это делаю сама, я этим очень горжусь. Хотя, как бы, съемная квартира, да. Ну, у меня есть где жить в Киеве, у меня дом на меня оформлен, но я хочу жить сама, не хочу жить с родителями, даже по соседству. Хотя у меня там отдельная часть дома, я могу, в принципе, жить там, начать себе делать ремонт. Но я выбрала пока вот так, я к родителям и к гостям. Вот, короче, вы поняли мой посыл. Что-то мне захотелось вам прочитать две эти цитаты, а еще раз посоветовать эту книгу, напомнить вам о какой-то такой, знаете, типа женской нашей силе, о том, что мы, в принципе, равны. Я не феминистка, но больше склоняюсь к тому, что плюс-минус сейчас мы равны. Вот, идемте готовить батат. А что касается фильма, который я вам посоветую посмотреть, он называется «Зови меня своим именем». Никаких спойлеров, но я очень советую посмотреть этот фильм. Если вы гомофоб, то, скорее всего, не смотрите. Я когда смотрела, мне настолько хотелось пережить все вот эти эмоции. Я просто спокойно отношусь к гомосексуализму. Не хочу даже на эту тему дискутировать сейчас, но я смотрела просто на отношения двух людей, как они развиваются, как они это все чувствуют, как они сначала стесняются, потом влюбляются. И это обалденные эмоции, которые могут испытать далеко не все, далеко не всегда. И с возрастом, мне кажется, это такая влюбленность, она уже... Ее очень тяжело пережить, ее очень тяжело встретить, поэтому мне было очень интересно смотреть этот фильм. Также в конце фильма речь отца с сыном была просто удивительной. Он сказал настолько важные слова для каждого человека, что... Короче, посмотрите этот фильм. Да, зови меня своим именем. И этот парень, он... Я долго не хотела смотреть с ним фильм, и мне он почему-то не нравился. Он мне казался каким-то таким маменьким сыночек такой, соплячок худенький такой. Но как актер, он нереально круто справился со своей ролью, вжился в нее и отыграл ее просто, мне кажется, лучше него. Наверное, никто бы этого не сделал. Вот. И сегодня вечером я хочу... Он мне понравился после этого фильма. Я хочу с ним посмотреть еще фильм, который называется «Маленькие женщины», который недавно вот только был в прокате в кино. Следующим шагом все уже зависит от того, что есть у вас дома. Это могут быть и какие-то бобы, например, какая-то фасоль, авокадо. Также я захочела добавить томатов, там может быть и зелень, и все, что угодно. Это все нужно, наверное, сейчас смешать в одной мисочке для топпинга. Я просто очень люблю кукурузку, как в такос, знаете, добавляют кукурузу. Также я ее сейчас разогрею, потому что она замороженная была. И все это дело вместе смешаю. Это на одну порцию я сейчас готовлю, девчонки. Чеснок с солью. У меня, кстати, нет лимонов, закончились лимоны. Перцы в моем есть немножко лимона, поэтому будем спасаться так. Хорошенько наперчить. У меня это виноградные косточки. Чуть-чуть. Он запекался где-то 45 минут при температуре 200. В некоторых местах он прям очень мягкий, тут немножко более твердый, но он уже готов. И сейчас я буду выкладывать гуакамоле on top. Боже, как это вкусно. Друзья, ну это же просто идеально. Посмотрите на него, какой он красивый, сочный. Я сейчас еще, наверное, пармезанчиком чуть посыплю. Красота просто. На этом хочу закончить свой домашний влог. Спасибо, что сегодня были со мной. И встретимся в новых видео. Пока. Пока.